Центр инклюзивной культуры стал точкой притяжения любителей изобразительного искусства. Именно там прошла выставка работ «Урал. История. Легенды». На месте побывала и наша съемочная группа. Уникальная выставка работ была вдохновлена историей Уральского края, неповторимыми сюжетами и великими людьми. Пленеры, выставки и экскурсии помогли художникам разного возраста погрузиться в события далеких лет. Именно поэтому рисунки сопровождает еще и историческая справка. Благодаря грантовой поддержке Уральского электрохимического комбината картины можно увидеть не только в залах, но и в сборниках, которые отправились в общие образовательные организации города. И таким образом мы наполнялись этой историей. Дальше просто все как по академическому правилу. Садимся, рисуем, ищем композицию, ищем смысл какой-то. И дальше это все описывалось в тех текстах, которые представлены здесь у каждой работы. Эти тексты, которые вошли в этот альбом. Когда появились рисунки, у меня уже давно эта практика существует, студия «Акварель», мы издаем книги. Маленькие, большие. Но наш большой друг и брат Уральский электрохимический комбинат нам всегда помогают, дают грант на то, чтобы мы издали какой-то тираж наших вот таких рисунков. Курс лекций был прочитан Оксаной Житковой. Слушая ее, ученики студии копировали мельчайшие предметы одежды, быта, архитектуры, чтобы максимально достоверно изобразить ту эпоху. Получился целый цикл лекций, с помощью которых ребята прониклись. Потому что если бы им это было неинтересно, я думаю, что, наверное, бы вот этого ничего не получилось. Безусловно. И вот это сегодня, такое событие, это такой праздник для всех. И для авторов этих композиций, и для тех педагогов, которые ставили, будем говорить, руку, да, им же надо было тоже проникнуться, как, какая одежда. И надо сказать, что я благодарна Татьяне Ивановне, что она еще приглашала меня как консультант, потому что я смотрела их наброски и говорю, вот здесь неправильно, здесь уже вот не носили эту одежду. Не совсем верно. Вот. Ну, есть один рисунок, не буду говорить, там уже мы не успели. Когда я уже пришла, там уже все было в свете. Но, тем не менее, все равно приятно, что вот такая работа получилась. Она очень нужна. Нужна. Такой вот иллюстрированной энциклопедии, будем говорить, да, нашего края. За созданием этих картин стоит не только вдохновение, но и изучение литературы, большое количество лекционного материала. Зато теперь связанные со своими картинами события ученики от мала до велика запомнили еще лучше, благодаря воплощению их на бумаге. Вообще, я очень долго не могла определиться с темой моей работы. Я много смотрела исторических фактов, знакомилась с семьей Демидовым. Также вот нам рассказывали много полезной информации. И в один момент я увидела вот как раз-таки этот ботанический сад в Селикамске. И он меня просто вдохновил и влюбил в себя. Я была поражена историей создания. Григорию было всего 16 лет, а он уже заложил вот этот ботанический сад. Мне сейчас 16, и я только учусь, и как бы ничего не создаю еще. У меня это только в планах, а он уже в 16 лет смог создать такой сад. Насколько важно знать историю своего края, своей страны? Это очень важно. Мы посетили Невьянск, Нижний Тагил, Петербург, ходили в музеи, на выставки. Я считаю, что это самое важное. Нужно знать о своей родине, о значимых людях для своей родины, о героях. Потому что без них не было бы, я считаю, всего того, что мы сейчас имеем. На этом созидательный труд студии не закончен. Со временем в городе может появиться своя Дубрава Петра Великого. Три дуба я привезла из Санкт-Петербурга, из Летнего сада в наш Новоуральск. Это уже Дубрава. Это уже Дубрава. Представьте, они сейчас будут желуди свои осыпать. Мы их будем собирать. Мы их будем рассаживать и по городу, и по области. То есть, опять же, многоточие. Три дуба, которые посадили около Уральского витрохимического комбината, около студии искусства «Акварель» и центра предпринимательства, и выставочного зала Ново, там у нас общая такая площадка есть, и около храма преподобного Серафима Саровского. Созидательный труд одних исторических личностей сейчас, в настоящем, вдохновил нынешние поколения на создание рукописных произведений. Так юные и взрослые художники увековечили свершение Ермака, Артемия Бабинова, промышленников Демидовых и Яковлевых. И, конечно, нельзя было обойти личность Петра Великого, превратившего Россию в одну из самых мощных держав. Валерия Аконева, Павел Сизов, Объектив. Итоги.